Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня хочу открыть новый конкурс, давненько их что-то не было на моем канале, поэтому если вам интересно узнать, что я сегодня разыгрываю и какие будут условия конкурса, то продолжайте смотреть это видео. Начать хочу с того, что скажу, я очень люблю кисти Зоева. Летом я уже делала вам обзор на все кисти, которые у меня есть от этой марки, ссылку на то видео оставлю в инфобоксе. И в общем, недавно я приобрела себе еще три новых кисточки, одна из них вот такая большая для пудры, другая для нанесения тональной основы или для минеральной пудры и третья для контурирования. Все три кисти, как всегда, пришли в таких вот отдельных чехольчиках, которые можно потом использовать для чего-нибудь. Что касается качества самих кистей, как всегда, я осталась полностью довольна, особенно вот этой вот кистью для нанесения минеральной пудры, потому что у меня была такая же, только с закругленным срезом. Я поняла, что все-таки вот такие плоские кабуки, они намного удобнее для нанесения минеральной пудры, потому что они позволяют хорошо вот так вот и вбивать, и полировать, скажем так, кожу. Отлично просто смотрится пудра, которая нанесена вот такой вот кистью. Вот эта вот кисть для контурирования, наверное, все-таки слегка маловато для меня, хотя если я хочу сделать очень четкое, очень точное контурирование, тогда она отлично подойдет. Я же ее в основном использую для того, чтобы наносить пудру под глаза, для того, чтобы закрепить консилер. И когда я заказывала третью кисть, если честно, я планировала ее использовать для нанесения бронзера. Но когда она пришла, я поняла, что она настолько мягкая и настолько она не слишком плотно набитая, что она идеально подойдет именно для такой вот пудры вуали, для того, чтобы закреплять макияж и легким-легким тонким слоем наносить пудру. То есть в этом плане она просто идеальная, плюс мне нравится ее форма, она отличается от обычных киточек для пудры тем, что она удобнее попадает в такие вот, знаете, места, где, как правило, и хочется нанести пудру. То есть вот так вот, если под глазами провести или на нос, то есть в плане именно формы своей, она намного удобнее классических кистей для пудры. Поэтому она мне тоже очень понравилась, несмотря на то, что она, в общем-то, не подошла для того, для чего я изначально планировала использовать. И теперь то, что касается конкурса. Когда я делала свой заказ, я попросила Зоева добавить еще вот такой вот набор кисточек для того, чтобы я могла подарить его вам. Это набор кистей для глаз, и он просто потрясающий, на мой взгляд. Все кисти, которые есть в этом наборе, есть также у меня, есть даже парные, потому что я отдельно их заказывала, потому что они мне настолько нравятся, я хочу обязательно иметь несколько. Так вот, давайте покажу вам, что содержится в этом наборе. Итак, здесь 6 кистей, я не буду извлекать их из упаковки, потому что это подарок. Я просто перечислю, какие кисточки именно здесь есть, а детали уже по каждой вы можете посмотреть в обзоре, о котором я ранее говорила. Итак, первая это растушевочная кисть номер 227, просто отлично, у меня две таких. Потом идет для нанесения цвета на все подвижное веко, это номер 234, тоже у меня две таких, я просто обожаю вот это, две реально моих самых-самых любимых кисти. Потом здесь идет маленькая, тоненькая для нанесения гелевой подводки. Дальше идет скошенная кисть для нанесения подводки или для подведения глаза тенями, тоже очень полезная. Еще одна скошенная кисть здесь для оформления бровей, я ее еще использую для подведения нижнего века и для растушевки теней на нижнем веке, очень удобная вещь. И последняя кисточка здесь номер 231, это кисть карандашная, такая более удлиненная для нанесения теней в складку века и для растушевки этих теней там. Ну, правда, как правило, я делаю так, что наношу вот этой кистью сначала цвета, потом растушевываю вот этой вот номер 227. Как вы уже поняли, кисточки идут вот такой косметички, изнутри она такая ярко-розовая, красивая. Здесь еще есть дополнительный карман на молнии, чтобы туда можно было что-то положить особо ценное. И, кстати, в своем обзоре я жаловалась, что у меня, у моей косметички такая кривая немножко молнии, тяжело закрывается. Здесь она абсолютно идеальная, очень ровная и, ну, очень хорошо работает. Так что в этом плане моя совесть будет чиста перед победителем. Также в комплекте к этому набору идет вот такой вот тканевый мешочек. Как правило, его используют для того, чтобы класть туда грязные кисточки, для того, чтобы они не перемешивались чистыми. Ну, в общем, победитель уже сам решит, для чего его использовать. Теперь то, что касается условий конкурса. Впервые я провожу конкурс на новой платформе, которая позволяет делать, ну, буквально все автоматически. Для того, чтобы вам стать участником конкурса, вам надо будет сделать буквально пару кликов. Мало того, вы можете увеличить свои шансы на победу, приглашая друзей тоже поучаствовать. В общем, я оставлю ссылку на эту страницу под видео. Вы заходите туда, читайте все условия, там все будет написано, все максимально просто, обязательно участвуйте. И это еще не все. У меня есть отличная новость. Дело в том, что одновременно с моим проходит еще конкурс у Ирэн Влади, и она разыгрывает очки от Ray-Ban. Кроме того, победитель сможет выбрать именно те очки, которые ему больше всего понравятся из трех вариантов. Так что обязательно ссылка на ее видео, на условия конкурса будет в инфобоксе. Заглядывайте, обязательно участвуйте. Желаю всем удачи. До встречи в следующих видео и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok